Всем привет дорогие друзья. Недавно я проходил одну из лучших серий RPG игр, а то есть все три части Ведьмака. И если первая и вторая часть относительно новая, ну так скажем графика там довольно неплохая, то первая часть таким похвастаться не может. А вот сюжет первой части мог бы даже соревноваться с сюжетом третьей части, но опять же, это сугубо моё мнение. Некоторым вторая часть лучше чем третья, но сейчас не об этом. Если вы до сих пор не играли ни в одну часть Ведьмака, то это повод начать знакомиться с этой вселенной. Я как вас увидел, сразу понял, вы по сосискам. Поверьте мне, да и не только мне, критике, отзывам, друзьям, которые играли в этот шедевр и конечно же, скорее всего, вы начнёте знакомиться с третьей части. Но я бы вам всё-таки посоветовал начать с первого Ведьмака, ведь его единственный минус это графика. В основном это отличнейшая игра, и сегодня этот единственный минус мы попробуем подправить. Скажу сразу, мы не сможем сделать графику как в третьем Ведьмаке или какой-нибудь новинке. Даже не сможем сделать графику как во втором Ведьмаке. Мы её чуть-чуть подправим и сделаем игру визуально поприятнее, но чего-то глобального не произойдёт. Но и пугаться не стоит. Игра станет красивее, но только процентов на 40. А как по мне, для Иго 2007 года это просто отлично. Ну хватит отступлений, давайте начнём. И первый мод, который и будет самым глобальным, который поменяет в игре больше всего, модели, текстуры, добавит больше крови и много других добавлений. Это мод под названием... AI Upscale Textures. Хочу сказать сразу, что можно обойтись только этим модом, так как он заменяет модели персонажей, текстуры зданий и вообще делает игру визуально красивее. Последующие моды не внесут столько много изменений, а только изменят какие-то мелочи в игре. Но если вы, как и я, хотите украсить игру по максимуму, то советую ещё установить эти два мода. Они меняют только текстуру двух персонажей, это нимфы и какого-то NPC. Дальше хочу вас ознакомить с модом на ножны, но устанавливать его большого смысла нет, так как он криво работает. А то есть иногда работает, а иногда нет. Но ставить его или нет, решать вам. А вот следующий мод... The Rise of the White Wolf. Я вам совет. Он полностью меняет интерфейс игры, делая его более современным и приятным глазом. Ещё советую установить мод... Ground Textures. И... Animals Textures. Эти два мода меняют текстуры травы, животных и пола, делая их в более лучшем разрешении. Также достоин внимания мод по переработке мечей, делая их более красивыми и разнообразными. Вы, конечно же, можете найти ещё моды, но самых глобальных, которые вносят существенные изменения, я вам рассказал. Найти все эти моды вы можете в описании под видео. Ну и не забывайте поддерживать автора подпиской, лайком и если не жалко денежки, то и донатом. Ну а всем пока.